Добрый вечер, друзья, коллеги, парфейеры. Мы находимся на время очень выгодной и не выгодной позиций. Потому что мы сейчас будем много пытаясь о том, что уже сказали, и у нас время от времени будет возникать скупсинный диджавел. И это хорошо, потому что это означает, что мы говорим о проблемах, которые действительно можем сейчас начать решать. Это здорово. В любую сторону, мы можем рассказать, что это новое, и это совсем прекрасно. Собственно, мы сегодня представляем самостатист-брандис. Меня зовут Анна, я руковожу отделом аналитики и обучения Ивана Руковлевская, Айтина Кавриев. Наш фонд уже 10 лет занимается помощью пожилым людям и инвалидам. И эти 10 лет, это 10 лет волонтерского движения в первую очередь, с которого все началось. Это были поездки, да, у нас старел. Концентры, события, мероприятия. Да, это волонтерское движение, с которого вообще началась идея, и появилась идея, необходимость поддерживать пожилых людей, которые очень общались с ними. И уже 5 лет существует профессиональная команда, фонда, которая поддерживает их удовлетворительную активность и сотрудничает с волонтерами в разных направлениях, в том числе, с некоторого времени. Плюс осуществляет найм сотрудников для общения с пожилыми людьми в домах престарелых, помогает с инструктурой, снаржением, помогает с устройством непосредственно социальных учреждений и потихоньку переключается на более широкий VR и VR для системного решения этих вопросов. Об этом мы будем тоже сегодня говорить. Собственно, вот как выглядит наша главная статистика сейчас. И я думаю, что это не самое главное чек наше выступление, а главное, с чего начинается целый волонтер. Мы такие выродные спитеры нашего фонда, потому что мы оба пришли в профессиональную работу, в команду фонда, из Пробона всех. И первую историю, я скажу, пожалуйста. Да, всех приветствую. Действительно, мы с Аней пришли из Пробона. Я до этого еще был волонтером фона. И я до этого 6 лет работал в IT-сфере, Аня работала в аналитике. Аня пришла с аналитической частью, я пришел уже с готовой идеей краудфандингового сервиса, которая позволяет набирать средства финансирования и заполнительного персонала, но он престарел. Я практически сам все это сделал. Я занимался UX, поэтому набрать команды в его цепи мне очень было сложно. И сегодня, когда мы готовились к презентации, я спросил у Аллы, это человек, который со мной взаимодействовал в этом проекте, что она чувствовала, когда она со мной не работала. И она сказала следующее, что она сначала очень обвоялась, что все пойдет не так, как оно шло обычно, а потом все пошло так, и она очень надеялась. Из-за чего все шло не так? Из-за того, что действительно было очень много волонтеров, которые приходили в фонд и говорили, мы хотим сделать то, мы хотим сделать это. Люди из фонда говорили, да, давайте. И все это затягивалось, разваливалось. И затягивалось и разваливалось из-за того, что не было налажено системное взаимодействие с пробованными волонтерами. Они не говорили на проектном языке. То есть люди приходили с эмоцией, люди приходили с идеей. От фонда тоже тут расступала эмоция и фидбэк. Вроде бы приговорились, что делать. Нет ни ДЗ, нет ни сроков, нет ни общей площадки взаимодействия. Все это рассыпается в чат электронной почте. Так что впечатление, что волонтеры пришли, ничего не сделали. А у волонтеров впечатление, что фонд просто пропал, но забыл он. Вот, поэтому мы сделали из этого определенные выводы. И когда сейчас мы уже работаем с волонтерами Промбоном, а мы пытаемся перейти к системной работе, мы сформулировали определенные принципы, которые прежде чем начать все это взаимодействие, мы им отличим. Мы сделали специальный раздел, но мы с конца. Извините, пожалуйста. Мы сделали штаб. В принципе. Да, у нас есть отдельный раздел на интеллектуальную волонтерскую, где мы просим людей откликнуться на наши нужды. Сейчас это дизайнер чатной продукции, программист на WordPress. Дизайнеров много, а программистов что-то есть, если есть. И, собственно, мы сформулировали эти принципы. Это обязательно, когда вы взаимодействуете с пробоно-волонтерами, у вас есть период, когда вы просите, пожалуйста, откликнетесь. Это не рыночный механизм, это НКОшная такая штука. Но когда вы договариваетесь с ними о том, что все, работаем, это взаимодействие заказчик-климент. Ну, то есть это, опять же, ПЗ, это документ должен быть, а не переписка в чате. Это установленные сроки, утвержденные в документах какие-то обязательства, правда, мы не делаем еще одно. Это контролированные временные затраты, то есть это уважение к времени волонтера и волонтера уважают. Ваше время вы не накидываете задачу, он не растягивает для вашего времени ожидания в бесконечности. Это измеряемый результат, когда приходит волонтер, мы говорим, хорошо, вы сделаете этот баннер, мы настигаем на один день счастья, и, соответственно, мы тебе скажем, как увеличить конверсию. Это позволяет человеку работать на результат и видеть смысл своей работы. И, конечно, мы не благодарим. Мы рекомендуем, мы дарим кружки, мы дарим магнитики, мы говорим спасибо, ты классный, как один на волонтерский четверг или на наше какое-то очередное сборище, мы тебя дарим лично. И мы всегда готовы к сотрудничеству. У нас очень много людей, которые хотят к нам прийти с разными надеями, вообще абсурдными, с бредовыми, полной чушью. Мы готовы всех выслушать. И если они примут эти правила игры, и все-таки мы договоримся, то мы готовы. Вернемся тогда чуть-чуть назад. Я тогда расскажу про некоторые кейсы. Вот нынешний кейс мы запускаем на один день счастья. Мы посмотрели аналитику, мы полностью не делали структуру и дизайн. К нам пришла наша волонтера. Очень много, кстати, прогонов волонтеров приходит из обычных волонтеров, которые ездят на них в поездку. Она сделала новый стиль, новый логотип. Кстати, вы их видите, это первое, еще они не запустят свою ночь. И мы действительно укладываемся в сроки. У нас есть патизы, у нас есть дизайнер-понимание. Это пример стиля всяких сувенированных и прочих артефактов. Даже чашечек. Собственно, это стало возможным именно благодаря тому, что мы попросили, это была эмоция. Она сказала, да, вы красные, это была эмоция. И когда наступает вот этот подраздел, что все, мы работаем, все это переходит в взаимодействие проекта. То есть это ТЗ, это все, о чем я сказал. Это реально очень важно. И это важно в том числе и для волонтера. Если он это не понимает, ему надо объяснить, потому что это единственный способ добиться задовлетворяющего всех результатов. Сейчас мы собираем подарки на Новый год. В режиме пробона нам сделали банда и не опоздали со сроком. То есть мы запустились с этой акции в понедельник, и в понедельник у нас уже был банк. Следующий, с очень интересным проектом скажет Таня. Ну, понятно, начинаются некрасивые слайды. Такие красивые слайды. Собственно, наша команда, аналитический отдел, пришел совсем с другой стороны. Мы пришли из академического сектора, из университета, Российского государственного коммунитарного университета, предавателем которого я являюсь. Собственно, мы пришли, мы откликнулись на просьбу руководителя Лилия Зарезкина и помочь волонтерам чем-нибудь съездить в поездки. А мы подумали, что у нас есть что-то большее, чем студенты, которые могут ездить и общаться с бабушками и дедушками. Кстати, это тоже прекрасно и замечательно. Мы можем помочь друзьям. Этот кейс интересен с двумя вещами. Первое, то, что волонтеры не всегда знают, что они могут помочь чем-то еще. Им нужно предлагать и прямо доносить до них эту возможность и вероятность помочь экспертными науками, помочь интересами, помочь тем, что, собственно, волонтеру будет выгодно развивать самостоятельно. Ну, мы что-то сделали в первую очередь. Мы поняли, что для того, чтобы фонд продолжал системную работу, решал проблемы у жилых людей, а тогда это было позиционирование фонда только на социальные учреждения, то есть в домах и старелых, в эвариации мы решили вообще посмотреть, сколько бывает в РФ, и какие они бывают. Оказалось, что хорошей последовательной адекватной статистики в этом вопросе нет. Что мы сделали? Мы, как аналитики, применили самые удобные подручные инструменты студентов. И студентов на летнюю практику посадили на пару месяцев вот прямо руками пересчитывать, пересматривать, сколько в каком регионе Российской Федерации существует составленных учреждений. Какие не бывают типы, существуют, и они закрылись, что у них там вообще с информацией, представленных в интернете, или вообще их может быть в интернете нет, и они подрекаются два дня на ленту. У нас был еще один прекрасный программист, который работал с нами чуть больше, три месяца. Мы сидели все три месяца с программистом, который очень большинство относился к проекту, собирал эту карту, собирал базу данных, в которую студенты исправно поставляли более или менее исправные данные и перепроверяли их потом, и мы действительно вели этот проект в Фейсбуке, в чат. Он там жил, и благодаря ответственности всех сторон и, собственно, нашему авторитету перед студентами, которые в данном случае являлись в лантерном блокбоне в том числе, потому что они у нас студенты-лимбисты, и для них тоже было важно понять, как в самом учреждении позиционируют информацию в интернете, и в интернете, и вообще, где она существует, в каких кусочках разорвания, которые существуют, на разных ресурсах. Для них это была важная вещь для развития их профессиональных наукоспособность хорошей строчкой в резюме. Для нас это был сделанный проект для фонда, для университета, для программиста. Это был важный опыт и для его компании, и для их СО в том числе, и для социальной ответственности. Еще один, что мы сделали в следующую практику студенческую, мы провели опрос среди волонтеров фонда и выяснили, на какие группы они делятся, выяснили демократ, мы провели такое базовое исследование, которое в принципе требует одна из политических команд и любой фонд. Собственно, тоже получили результат, который мы полностью пользуемся до сих пор. И третий случай, это случай сотрудничества с консалтинговым агентством органов Рьюисов, хорошо известных, которых мы попросили собрать всю документальную, правовую, вообще базу всех документов, которые касаются жилых людей в нашей стране. Что они сделали? Они сказали, конечно, ребята, у нас есть инструменты, у нас есть люди, на встречу по итогам этого проекта они пришли и сказали, сейчас мы вам все расскажем. И они начали привозить примеры документов, сказали, вы должны писать, у нас есть закон, который регулирует права жилых людей в стране, на что наши руководители и соответственно сказали, ну да, я же бы хотела бы писать очень скромную сторону. О чем эти два примера, эти два кейса? О том, что крайне важно, и об этом уже говорили, оценивать компетенции обеих сторон, и заказчика, и исполнителя. Иногда исполнителя нужно дотягивать, потому что, естественно, компетенция каждого фонда, экспертность, его не подвергается сомнению, она всегда в лучшем и весоме. Этим надо уметь делиться, точно так же, как и исполнитель делится своими науками, своим опытом. И это всегда взаимообмен, а не конкретная ситуация, где мы все понимаем, и все люди работают. Работа с нами не всегда просто. И второе, это то, что крайне важно проговаривать и прописывать, какие у нас стартовые возможности, что мы уже знали, что мы хотим узнать. Ну и мы собрали эти принципы в такой слайд. Мы хотели бы сказать, что в основе общения с другого, вот там внизу, это, конечно, дружелюбие, атаку, нужно показать всем, что вы можете помогать чем хотите, будь мы студенты университета или пенсионеры с колоссальным опытом работы. Вы можете помогать как хотите, и мы предоставим возможности для вашей адекватности, и будем очень рады. Дальше, это оценка адекватности волонтера приходит. Если волонтер не спрашивает, чем он может помочь в составлении маркетинговой стратегии или консультата в головы исследования, как он может изстроиться в вашу работу, как он может сделать сайт, который действительно поможет в вашем случае, в вашей потребности. Это волонтер, который хочет сделать что-то для себя и для вас. Процесс работы – это совместный проект, как вы уже говорили, это проект некоммерческий и некоммерческий, это совместное дело, от которого этот результат для каждой страны. И оценка продукта, конечный продукт организации – это конечный продукт некоммерческой организации, для того чтобы он встроился в стилистику, в работу, для того чтобы он стал полноценным элементом структуры, нужно, чтобы в процессе мы умели общаться и нам умели задавать вопросы. Это все-таки крайне важно. Но там солнышко, конечно, надо будет благодарить. Это не только большое спасибо магнитикам, которые, конечно, очень приятно, не отражаются в холодильнике, но это опыт для волонтера, кем бы он ни был, это может быть новая ступень в профессиональном росте, это осознание значимости результата, это тот фидбэк, который отображается в текстах, на сайте в виде пейджика, в статусе волонтера, как самого любимого, невероятного корпоративного волонтера фонда. Цифру конверсии, который... Безусловно, да. В реальных делах, которые делают фонд. И во всех других плюшечках, интердиках, которые мы все очень любим, конечно. Это рекомендации, знакомства и нетворкинг, которые мы можем представлять друг другу. Социальный файл, связи, статус. Мы все это знаем, но из этого формируется то, что мы, как некоммерческая организация, можем дать коммерческим волонтерам, корпоративным волонтерам, любому волонтеру, для того, чтобы наше общение не просто было одним актом коммуникации, а коммуникации вытекающей во что-то действительно приятное, классное для нас обоих, оставляющее, дающее больше, чем дающее. Вот, на эти слова я хочу вам сказать большое спасибо. Агнестика мы тоже внесли. Коллеги, мы переходим, как раз у нас полчаса до 21-го достиг дискуссии. Поэтому я, наверное, задам первый вопрос. Старость и радость тоже зависит от того, кто хочет задать вопросы, да? А можете сразу задать? Ну, давайте. Сразу старость и радость один вопрос. У меня вопрос так была. Как по технике адекватности наших волонтеров? Что вы даете им и директорам? Или это просто не дозависит? Ну, это, конечно, зависит от того, какую работу делать человек. Если мы говорим, например, о дизайне или, например, о IT-морозе. Да. Ну, смотрите. Что касается дизайна, то здесь, конечно, есть некая общая часть. Когда волонтер приходит и интересуется, какие у вас есть задачи. То есть иногда волонтер приходит в собственное амбинство и решает какие-то внутренние психологические проблемы. Вот. Это мы уже вроде научились отсекать в этом днях и не оближая никого. Вот. Это общая часть. А частная часть в дизайне. Ну, это, разумеется, если мы просим волонтера что-то сделать, он откликается. То адекватность оценивается по, собственно, уже предметной части. То есть по срокам, по вопросам, которые задаёт исходя из концепции технического задания и прочее. По общей адекватности, по грамотности речи. Вот. Ну, то есть это как бы это просто... А? Какой процент у вас отсекается? У нас... Ну, не... Ну, то есть если мы просим что-то сделать, и человек приходит, то, как правило, ну, небольшой процент. То есть люди приходят уже готовые что-то сделать и все нормально происходит. Ну, те, которые заходят с нуля и говорят, мы хотим сделать многое, вот там небольшой процент. Они просто ногами не так не толкут. Да, да, да. Они не так путят и, скорее всего, когда они сталкиваются с фактурой нашей реальной, они уже говорят, что... ну, они просто отваливаются. Потому что, да, это реальные цели, они не готовы. А что вы им даете как ходу решать для того, чтобы невозможно каждый раз рассказывать всю историю, почему у вас фокотик такой, а не такой? Ну, это очень... Это очень зависит от... Или у вас есть национальный ответ? Это очень зависит от задачи. Ну, то есть, если это не какая-то небольшая задача или того же баннера, то это просто техническое задание и бриф просто там с кайтингом, чатингом. Если это что-то глобальное, типа фирменного стиля, то, конечно, это презентация фонда, встреча там с ключевыми... Люди, которые принимают какие-то, в числе и стратегические, и бюджетические решения. Ну, как бы... В таком виде. Да, в таком виде. Да, разумеется, у нас есть пакеты и презентаций, и документов, и всего что угодно. А вот еще один вопрос. Вы пытаетесь на волонтерство все эти задачи пробуете или только какую-то часть, которая существует? Да. Ну, то есть, бывает в ней, например, такая проблема. Очень много с тобой проблем. Я просто не мог бы пытаться найти волонтеров. За полгода там приходят люди, просто никто из них с этой технологией не работает. И на волонтерстве я думаю, что это полезно. Ну, да. Да, у нас есть такая проблема, что с некоторыми технологиями... С некоторыми задачами. Да, с некоторыми задачами. Некоторые мы просто не можем отдать внешнему человеку, потому что за этим и какая-то есть история. Ну, например, у нас просто немного юридических вопросов, с которыми мы хотели бы обратиться в грамотную юридическую компанию фирмы Константин-Фалычевку. Мы просто не можем найти людей, которые, ядократно говоря, реагировали на просьбу и действительно давали нам это. Стоящее.